по большому счету давным-давно надо было уже их выбросить я в какой-то момент очень серьезно накосячила я считаю что за месяц это не результат в общем не живут не дохнут отстригаем голову безжалостно просто безжалостно цирку из этой петуньи уже два месяца всем привет на моем канале 27 декабря выложен ролик и показаны черенки петуньи как они выглядели что осталось из того что я начеренковала поздней осенью и пыталась укоренить вот уже можно сказать что прошел месяц сегодня 24 января скажу честно хвастаться нечем я в какой-то момент очень серьезно накосячила когда я пересаживала черенки вот стаканчики я и хорошо полила пересадила я в садовый чернозем плодородную жирную хорошую почву и по мере подсыхания это чернозем уплотнялся становился все плотнее плотнее приход приход приходилось опять подливать в общем черенкам это не понравилось совсем потом я пересадила их вот добавила здесь вермикулит здесь уже такая более рыхлая почва но посмотрите что происходит вот очень 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 много боковых вот таких вот побегов да но корневая система ну видно она есть она появляется но я считаю что за месяц это не результат в общем не живут не дохнут вот сейчас убрала укрытие и вы сможете увидеть как буквально через несколько минут это растение начнет вянуть она у меня живет исключительно вот в таком виде снимаю вот видите очень много вот этих боковых но здесь где-то вот видно растение прикасалась вот к мешку с конденсатом и какие-то листики вот подгнивали опять корневая система практически не нарастает не хочет вот второй третий ну конечно они подросли конечно но считаю что это результат неудовлетворительный так 3 и 4 вот такой вот такой вот это наверное был самый маленький значит что я сейчас буду с ними делать я буду отрезать все макушки ставить на укоренение и поливать удобрениями чтобы нарастала корневая система и вот пошли бы в рост вот эти вот все вот эти вот все массовые массовые молодые вот эти боковые побеги вот они везде есть чтобы они росли надо убрать макушку начиная вот этого растения которая самая вот такой вот длинная вытянутая значит первое я убираю вот все эти поврежденные листики с них все равно толку никакого нет нам будет лучше все видно это где соприкасалась с конденсатом так вот этот побежек посмотрите вот такой вот с него толку никакого нет я его обстригаю и буду делать с него черенок так здесь вот идет вот смотрите вот один уже такой приличненький здесь все только зародыши так там их много и вот таким вот образом так это мы тоже уберем поврежденный листик так и здесь тоже на половиночку вот что осталось вот обрезала побег один и вот обрезала большую-большую макушку и здесь все вот маленьких вот этих вот боковых так далее берем следующий тоже удаляю все то что мне не нравится удаляю так и здесь тоже отстригаем голову безжалостно просто безжалостно вот наполовину вот еще какой-то поврежденный вот еще листик грунт абсолютно не влажные это все от конденсата так здесь уберем так но вот этот вот оставим все таки чтобы была бы какая-то зеленая масса все таки вот такой остается так здесь тоже вот идут новые побеги вот идет смотрите боковушечка да значит что значит мы эту голову тоже обстригаем так убираю вот пойдут пойдут боковые побеги я надеюсь что пойдут потому что я простите скажу как есть церковь с этой питунья уже два месяца ну эксперимент посмотрим что получится так ну и здесь тоже вот побег и смотрите сколько снизу идут боковушек так и значит здесь тоже эту голову обрежем вот так вот видите опять листик поврежден вот так и муж его вот что остается так даже 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 вот так я их обстригла вот так вот самый большой вообще жесточайшим образом и теперь я развела питунья не удобрялась вообще до этого возможно что я делала неправильно что надо было какое-то удобрение давать сейчас я развела то что у меня дома есть это кристаллон зеленый здесь соотношение азота фосфора калия абсолютно одинаковое азот для роста вот боковушечки должны пойти фосфор для развития корневой системы но калий тут тоже присутствует на данный момент может он не так нужен но здесь еще масса масса микроэлементов то что есть тем и буду удобрять так ну и развела совсем чуть-чуть пол чайной ложечки пол чайной ложечки вот где-то на литр воды я очень хочу чтобы у меня пошли расти корни потому что то что на сегодняшний день корнями назвать нельзя верхушки растут а корешки запаздывают все полила и пока что обратно обратно под мешочки хотя выглядит они неплохо но пусть немножечко подышит потом будет видно под мешки или не под мешки и продолжаем вот у меня получилось пять черенков я отрезала сейчас удалим все лишние лишние листики черенок может быть совсем маленькие он большой не должен быть и существует менее что маленькие черенки даже лучше дают корни и вот совсем вот такой малепусенький вот мы будем его сажать взяла вот такую вот побольше это наверное где-то да это скорее всего литровая такая емкость ну и все предельно просто намочила грунт и вот так вот я его посажу пять штук в одну ложку пусть они там дают корешки вот и вот вот и вот там мы Ну и обычный мой способ, любимый, это мои мышки. Оставляю там воздух, вот такой вот воздушный пузырь, и под резинку. И теперь я вам покажу, вот время, пока я тут что-то делала, снимала. Сейчас покажу, как выглядит вот эта питунька, обстриженная, без укрытия. Вот уже прошло чуть-чуть времечко, и посмотрите, вот сразу, она на глазах начинает закручиваться. Вот эти листики закручиваются, начинаются прям увидать. Но здесь ничего пока, да? Ну вот, не знаю, передаст камера. Они как такие тряпочки, тут вообще нет ничего ни плотного, ни хорошего. Да, вообще-таки, совсем, можно сказать, невесомые, прозрачные. И вот они в одну секунду начинают увидать. Без мешков они у меня пока расти не могут. Вот такие результаты на сегодняшний день. Ну, не очень, не ахти. Но будем наблюдать, что с этими дохликами. В прошлом году у меня были дохлики помидоры. В этом году вот я тут решила заняться вот этими дохликами, питуньями. По большому счету, давным-давно надо было уже их выбросить. Семена в продаже есть, но пусть еще какое-то время постоят. Будут изменения, буду вам показывать. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчик. И до новых видео. Всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok